привет всем сегодня ну такой для меня немножко грустный такой вот момент потому что сегодня еду снимать с учета свой любимый поджаршин s200 мотоцикл который для меня на самом деле очень близок очень важен это ну как-то не учитель наверно да а тот кто помогал тебе расти помогал тебе попрощал тебе все ошибки которые ты допускал ни разу не принялся никакого не увечья ну вообще то есть тут аппарат за который я всей душой и телом относился к нему и любил я его и нравился он не во всех своих ну во всем абсолютно не знаю слова подобрать потому что я очень привыкаю даже к вещам к любым и я музыкальные инструменты продавал я очень переживал но я близко к сердцу принимаю такие вещи потому что ну когда ты живешь с этим и это часть твоей жизни это часть твоего кайфа и приходится с этим прощаться то это конечно очень так неприятно вот сегодня еду снимать с учета его завтра я так понимаю что наверное он будет продан как-то почему-то вот было тихо вот четыре звонка за последние два дня вот но я уже пообещал здесь человеку очень хорошим ребята на мой взгляд которые приходили которые купили этот мотоцикл я очень надеюсь что он уже проданный ребята думаю смотрят меня мне не стыдно за этот мотоцикл они будут ездить они будут получать удовольствие но мы должны были завтра оформиться но просто я не могу тут физически потому что завтра по работе надо мне срочно уехать и ну приходится сегодня снимать с учета поэтому сейчас сделаем страховку на поджажек на две недельки поедем с ними мотоцикл с учета но завтра уже как как решит новый хозяин чтоб человека не подвести человек не переживал что почему снял с учета ни с того ни с сего посмотрим захочет подъедет завтра со мной сразу в гараж либо я его еще раз пригоню но мне любом случае по-другому никак потому что мне просто не хочется терять время мне надо пораньше освободиться завтра да немножко так вот на душе есть такое немного я не планировал конечно я хотел иметь два мотоцикла и финансовые трудности какие-то я думаю никому объяснять не надо сейчас кто ребят планирует покупать мотоцикл стритовый рассматривать баджаж или какие-то другие марки там какие-то бушные может быть не край японцы грубо говоря да ну не знаю но молодец рашки я точно не рассматривал каких-то старых японцев ну вот мое мнение я не знаю ну китаец вообще исключен потому что я могу судить у меня был китаец мопед вот я рассказывал там как там тросики рвались через 80 километров но не самая лучшая идея мопедом уж китайцы ничего там для мотоцикла тем более для первого а есть еще и с техникой так не совсем там вау да будешь только учиться то ну все-таки баджаж идеален потому что ездил на баджаже не удалось прокатиться на китайцы ну ездит куда бедно ездит но беда в том что не шламучие поэтому вот так ну что сейчас оформим страховочку и будем выдвигать будем забирать мотоцикл и будем гнать на сверку номеров едем на нашем баджажике едем на снятие с учета никаких трудностей возникнут у нас не должно да и не будет мотоцикл новый был все в порядке так что быстро мы справимся с оформлением единственное давление в шинах надо было проверить не диму отстоял едем жданович и легики комфортный с минимальным расходом копеечным вообще идет просто сказка ну вот по спидометру я в среднем еду 90 где-то вот по крайнему ряду потому что я снял ветровичок и прочее но на трассе тяжеловато конечно ехать но принципе вот так у 90 еду просто идет он ровно достаточно просто ветер немного раздражает витровик ставить сюда надо если есть возможность ставить конечно оригинальный витровик заказать почему нет тем более в россии доступно час в этом магазине вот но без ветровика если по городу туда можно гонять но если так на кольцо выезжать или где-то там пригороди покататься но однозначно то даже без вариантов я все-таки 200 процентов бы я бы рекомендовал все-таки ветровик ставит на баджаж на пульсар 200 да и на любой мне кажется надо ставить без вариантов я по сути делать и ветровика то вообще нет наверно проще сказать вот но идет он красиво идет он уверенно и абсолютно без проблем да вот как-то и по трассе я ехал мне раньше казалось что-то мне кажется некомфортно а сейчас да нормально вот всего туда ветровичок сюда и все и кофиг он песня тут как раз селит мотоцикла то есть если погонять плотно то даму не подойдет с точки а с точку б доехать за сущие копейки мне мопед столько жрал мне мопед жал два с половиной литра на 50 кубиков и можно говорить все что угодно там отрегулирован херово там да нихера подобного просто китайский мопед жрет реально столько два с половиной литра при не экстремальной езде это жрет 2 и 5 2 и 7 потолок может быть вот поэтому даже близко ставить по динамике по дизайну эти мотоциклы но просто было бы маразмом китаец все-таки все равно остается китайцам потом пишут они минск d4 это обычный китаец минск минс там да ну на постараемся этого дядьку обогнать ведь он спокойно вот 85 90 примерно еду по спидометру но я могу больше но я не хочу потому что мне холодно и у меня стоял раньше ветровика сейчас его нет как бы мне чуточку прохладенько но вот ребятам еще останется даже топлива даже останется еще тут две тридцать бака точно здесь будет топлива так что ребят покатаются еще на этом топливе а нынче бензинка дорогая две копейки каждую неделю дорожает конечно это мороза то еще то я не знаю мне кажется не знаю как как вы считаете мне кажется перейдет все на электро да пусть там будет электрическим мотоцикл там какого-нибудь 50-му году электрические автомобили стоил бензин дорого будет электричество дорого стоит столько же столько бензина будет дорожать пока что-то не придумают другого что тоже я в это слабо верю ну что нам осталось в принципе еще так ориентироваться полпути вот ну давайте я уже включу камеру когда уже буду подъезжать непосредственно гаи на сверку номеров там наверное я уже подключусь пока выключи чтобы не усаживать батарею она и так уставшая подъезжаем и потихонечку к регистрации конечно когда въеду на территорию я камеру выключу понятное дело что эти проблемы мне не нужны съемок тем более если речь идет про беларусь то лучше камеру выключу и пойдем оформлять заявление на снятие с учета и проходить сверку номеров ну да что-то сдуло спасибо и так ну что наступило утро вчера я снял мотоцикл с учета людей не было все получилось достаточно быстро сегодня мы ездим с покупателем уже оформляться вот решили поехать пораньше потому что там сверка номеров и прочее чтобы не ждать людей мы быстренько сможем оформиться ну так хотелось бы конечно чтобы быстро все получилось с утра и потом поедем забирать наш мотоцикл уже непосредственно гараж потому что снял с учетом смысла гонять его уже нет поехали что приехал я вот здесь мы будем оформлять наш мобиль центр хунда в минске здесь же находится у нас адеквата транспорта вот приехал немножко раньше сейчас пойду возьму кофейку попью наверное ну и буду ждать наших покупателей и пойдем оформляться мы снимать ничего не буду потому что внутри как будут ходить камеры я честно говоря она интересно смотреть со стороны я лично люблю смотреть когда вот как как-то все там проходит но я честно говоря сам снимать не очень люблю это дело поэтому нужно по факту когда все сделаем я уже будем ехать назад гараж я тогда уже отчитаюсь что это не привычно никогда не только трансляции еды все закрыты пустота восемь утра почти уж не продают тебе пустые любимый магазин не рекламу просто до 3 никого итак ну что мы оформились слава богу там загоняли нас этой буквой hs то есть можно было не менять но я говорю что если бы я продавал знакомым людям может я бы ничего не менял но здесь новому покупателю человек незнакомый с точки зрения даже уважения и порядочности ребята очень хорошие в эту букву поменяли и я думаю что выдадут всех паспорта новому владельцу с нормальной надписью баджаш пульсара нес 200 пришлось погоняли немножко но тем не менее тем не менее все получилось так как у нас сейчас едем в гараж едем гараж сейчас я достану мотоцикл дело в том что у меня там немножко заставили но сейчас я его коротенько выкачу скажу ему до свидания последний раз обнимусь с ним и буду прощаться и ну честно говоря вот реально жалко ну не то что жалко хочешь что попал в хорошие руки потому что мотоцикл действительно клёвый 200 к баджаш для меня это просто скажем так мне не с чем сравнивать для меня это хороший топовый малокубатурный мотоцикл я вчера прокатился это конечно обалденное удовольствие вот он легкий он проворный я заехал вчера между этих машин раньше я такой в жизни проехал бы на нем ну вот видимо опыт когда ты уже немножко покатался на тяжелом мотоцикле садишься на него как на велосипед мне когда-то мотоцикл показывают мотоцикл и говорят вот здесь у нас шестисотки там да здесь вот литровый а это говорит велосипед я говорю не ну что вы какой-то велосипед 200 кубов какой велосипед вот а сейчас понимаешь что ну объективно действительно это и сопет но ездит на не очень комфортно передачки эти переключаются единственное что при даче приходится переключать часто в отличие допустим эти версии но тем не менее это так вот еще такая вот ну так как бы не то что неприятная новость такой есть такой какой-то небольшой негатив вчера там поймали какого-то вчера там поймали какого-то мотоциклиста там 10 административных протоколов составили без номеров он там убегал от гаи сейчас мотоциклистов конечно буду час прессовать как добрым утром на основе одно мне благо все в порядке но в любом случае за любые там превышение и прочее этому там стесняться не будут будут наказывать прилично не ну конечно без номеров бегать от гаи ну что может привести вот к такому я вот думаю что человек ездит без номеров что с мотоцикл то есть были стоит не стоит на учете ну потерял ты номер ну я не знаю каким-нибудь причинам что так вот выезжать но мне казалось что вот это вот уже вот эта молодость 90-х она давно уже прошла оказывается нет есть еще такое вот так и так ну в общем нет сейчас гаражу скажу наверх быстренько я машину приведу мотоцикл быстренько выкачу с гаража разберу свою аппаратуру прогреве выкачу ребятам богом с ним попрощаюсь и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Пусть служат хорошим ребятам, хорошие хозяева Все Субтитры делал DimaTorzok